Добрый день! Вы где? Мне очень приятно этот семидели искусства, которые пришли, это очень дважды приятнее. Мы еще должны любовь нашу, искренность, наше уважение предкам, то, что нам оставили, мы должны передать молодежи. Если в зале увидят молодежи, я еще больше и счастлива была бы. Давайте я вкратце расскажу о себе, о нашей фирме. У нас называется... Мы продолжаем именно одежда кочевников. Кочевников в Казахстане. Это такая одежда уникальная, она простая, и которую в повседневной жизни можно носить. Потому что вот сейчас пандемия началась, всякие катаклизмы, хрена человечества мы не осознаем, то, что критичное состояние нашей любимой матуши земли, все равно время пришло, она сигнал дает, то, что вы должны меня беречь. В том числе, и гимнонитет падает. Коронавирус, почему уже третий год, никак нас не отрускает. из-за этого мы должны... Проходите. Мы должны смотреть правду в глаза. Мы должны тянуть нашу планету. Мы должны тянуть то, что оставили наши предки. Не зря они у всех народов, она была экологичного материала. И она даже вот... Вчера была коллегсия русской популярной тематики, она была исторической одеждой, которая некоторым, сколько-то лет, да, уже, но все равно до сих пор жива, здоровая и радует нас. Из-за этого это как бы... И Эдма Пакас, она некая золотая мостик, который нас связывает, который раньше наши родители, предки нашей насилия. Это где бы ни было, человек со всей родня, я думаю. Тут нету национальности, тут нету лица, но все люди носили раньше экологичные, натуральные одежды, из-за этого они были здоровыми, и земля у нас дышала здоровым дыханием. Сейчас вот этого не хватает. И мы должны понять, что наконец-то время пришло, отчет дала каждому человеку. Например, у меня такое чувство, у меня такая ответственность. Меня никто не просил, вот это ответственность я нашла, вот этот груз в себя навесла. Это очень сложно. Это очень сложно, чтобы экологичность в фабрике хлопок материала найти, или желаемые шелка найти, чтобы они после второй, третьей стирки, они не влезли. потому что сейчас время такое, и кладби чистое, а кладби редко стирали. А сейчас мы должны адаптировать одежду, чтобы она и стирается, а цвет не теряет, и как-то вот радует людей. То есть мы должны передать, моя миссия как бы передать дух народу, чтобы вот эта связанная гармоничная одежда с землей, да? И земля наша дышит, и который вносит ему повышенное. Синтетика, вы знаете, она синтетика или синтетика, она временно радует, это масс-маркет этого. Я как бы громким голосом не могу сказать, что масс-маркета нет, она и тоже должна быть, потому что мир же сменяется. Мы хотим сегодня вот это носить, а завтра другой носить. Это желание как бы как раз линии масс-маркета. Но мы должны и очень уважением отнестись именно вот дизайнерской работы, именно работы ремесленников, которые они туда энергетику или частичку душу вкладывали. Вот это она должна передаваться людям, а от людей должна передаваться, потом она биоразлагаемым методом, она должна вот этой энергетикой передаваться землю. Вот тогда она циркулярная циркуляет. Тогда мы можем спасать землю. Вот наша маленькая компания, целая работа, когда я даже начала первые презентации, когда в 13-м году я сделала вот среди наших руков бизнесменов, меня даже претиковали, потому что они говорили, я делаю как художник. Вы не бизнесмен. Потому что я говорила тогда о долговечности. Я говорю, мои чапаны, вот увидите, будете носить еще 10 лет, потом будете рады, потом выбрасывая, вы будете вот этот груз грехов не будете чувствовать, то, что вы можете почувствовать. И как бы, я даже у меня сохранена вот эта тема, и я так переживала, почему я не могу достучаться до каждого, чтобы мои желания. Я действительно не богатый, бизнесменом можно не назвать, но я, как патриот землян, минка, или как можно сказать, я думаю, что-то я смогла сделать. Когда я начинала, я пробовала именно прям типичную, я этнику тема начала. Но она, когда я начала мерить, даже в возрасте женщины, она еще плюс возраст дает, она настолько серьезный. А из-за этого я начала немножко хулиганить. Первое время мы сейчас остановились, уже более серьезные стали. А первое время у меня даже, если в Фейсбуке, ну, друзья, там посмотрите, первые в моем картине, там у меня чабам был. Один рукава широкий, один рукава обычный. Я просто хотела своего... Мы, Крысы, очень такой толерантный, очень такой народ, самый любимый, да, но они очень выдержанные в своих традициях. Больше улыбаться нельзя, шуметь нельзя, и как бы петь нельзя. Ну, такой выдержанные рамочки есть. Эмоционально издержанно. Вот это я хотела разрушить вот эту рамку. Я думаю, им хулиганю. Например, одна рукава короче, а тут вместо кармана тут манжет висит. И они действительно шоки были. Когда презентацию я открывала, я просто их реакцию хотела посмотреть. И настолько интересной реакцией была. Оказывается, моему народу нужен был вот такой импульс, шок, который они... А, оказывается, одно без рукавов можно носить. Дополнительно, когда карман положишь, и она получается целиком, как карман. Действительно, мы сделали, думаю, вот шок. И у меня коллекции тоже, если заметите, Бирюзовое море было там, Бирюзовым, это поддерживающими материалами. Это тоже... Я хотела немножко, чтобы они проснулись. Они немножко вот как бы... А потом через этот шок придёт и радость. А каждый себе хочет примерить. Тем более, когда немножко хулиганская тематика одежды, она даёт человеку свободу. Даёт некий немножко молодость. Потому что мы молодость, все были хулиганами, да. Это возвращает нас туда. И за это вот через одежду хотела вот эти эмоции передать. И это получилось. Народ принял. У нас сейчас очень хорошо носит не только наш народ. И соседние страны носят, и зарубежные гости с удовольствием носят. Потому что они... Особенность Европы, они как бы очень экономные. Очень... Я раньше думала, почему они настолько экономные. А теперь я им благодарна, потому что они землю бережут. Они лишние. Что-то покупать не будут, чтобы музыра больше было. Их взгляд теперь мне очень симпатичен. Вот у нас клиентов очень с Европы много. Которые один раз они взяли, то они постоянно у нас клиентом становятся. Это про Чапан. Про Чапан. Сейчас мы посмотрим, как бы некоторые моменты нашей внутренней жизни. Эта коллекция сегодня будет. Вот это один элемент. КОНЕЦ Е가 КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 И она даже шердак делает, когда дарят девочкам, делает у нас шердак поменьше. Тогда даже грязь не липнет. Она и долговечной будет. Чем меньше, чем ближе стежка, она еще более крепче. Даже у матери, мама у меня дочь богатого человека, и у нее единственной после конфискации сохранена была такой желтоватый ковер, и под низ был прошит кусочек чапана. Вот оттуда мне интерес пошел. Вот это она как бы не поверегла, вот этот шердак износилась, рваная была, но вот этот под низ, который сделан кусочек чапан, это оказывается, чтобы поддерживала того-то человека, ну, хороший предков, один из предков, уважаемый человек, а чапанчик прошивали для девочек, чтобы они далеко уходят, вернется или нет, чтобы вот это предки они как бы предохраняли. И вот эта чапан, она сохранена была. Я когда спрашивала у матери, я говорю, как так? Вот вроде бы, наоборот, снизу она должна была давно, но она мне объяснила. Это потому что это от души сделано. Это каждая стежка своим желанием. Сейчас мои сотрудницы тоже, я им говорю, вы каждой строчкой делаете желание. Мы только так можем своему носителю, который клиенту, помочь, духовно передать. А если просто так молча будем шить, то она никакой энергетики не будет почувствовать. А много заказов у вас? Заказов? Да, достаточно. Заказов достаточно. Какие категории у вас работают? Это выпускники, дизайнеры? Выпускники тоже есть, но они для моей работы будут готовы только три года я должна их учить и учить. Они не готовы. Они готовы, может быть, что-то моделировать. Но опять, когда этника, сразу готовы дизайнера взять и этнок поставить, это очень сложно. И для них, потому что это должно быть. Мне, например, от матери передалось. Я увидела пожилых людей, да? Какая-то увиденная у меня мостик есть. Я должна молодежи передать вот это. Вот тогда тот уже человек, уже через три года она будет готова. Модели только вы сами разрабатываете? Модели я сама и материалы я сама. Исполнители у вас? Да, исполнители, да. А ученики у вас есть? Да, да. Да, есть. Потому что кому-то передать надо же, молодежи. Они должны. Я даже у меня места, книгу выпустят, как вот у нас. Я благодарна нашему Антипену, что только единственной в одном книге сохранена фотография историческая. Я перед, прежде чем начинать, я ходила в библиотеку три месяца. Там вообще нигде ничего, информации не было. Информации по крупицам я собирала. И крой у нас, вот секрет крои. Крой у нас, немножко вот у нас раньше, как мне мама научила, она, корштабт вот у нас, вот, 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 вот такой крой. Мы именно каркасской технологии применяем для стёганной одежды. Вот тогда она более носимой получается. Если вы попробуете просто так, другому, а она не получится. Тут должно быть расчёт особый, расчёт, который мы где-то что-то добавляем, где-то что-то убираем. Она каждому, как бы, клиенту по-особому. Я, например, прежде чем заказы принимать, клиентами, ну, я люблю общаться с ними просто так, разведочный, как погода, или что вы любите. Провокационные вопросы задаю и узнаю, мне надо выкинуть характер человека. Не просто так, вот увидела вас, а я должна, вы внутри, может быть, хулиганка, или внутри такой сдержанный человек, и для чего хотите вот эту одежду? Может быть, для официальной протокольной встречи, да? А может быть, просто так, для путешествия. А от этого зависит модель кроя. Если для путешествия, она должна быть свободной, комфортной, вы могли даже куда-то стелить, полежать, встать, да? А если для встречи, она должна быть протокольной, выдержанной. Вот так и каждым клиентам. У меня... куда-то помогает как-то вам? Нет. это тема, как бы... Вольная? Да. Это бывший Советский Союз, наверное. Да, в степени организованная, у вас какая-то ассоциация там, сущная, или еще что-то, ассоциация? Как бы... Как бы... Нет, гранты у нас нет, у нас просто... Мы очень маленькая страна, и как бы... Ну, это политическая страна, наверное. Мы очень демократичные, мы хотим, наверное, все было классно, суперски, и этого желания не получается. Ну, зависит от одного мышления человека, к сожалению. Но мы надежде, надеемся все... Я считаю просто... Я государство люблю свое. Я их понимаю, у них денег нет, того нету, и времени нету. Кроме нас, кто должен работать? Мы должны сами работать. У вас, наверное, очень много разработанных моделей. Да. Вы все-таки на 12 лет работаете. Вы сохраняете как-то одном из первых цепляр, как в музее? Да, да, да. Есть такое... Есть такое... Есть такое... Любимчики. Сколько у вас много экзистемпляров? Ну, где-то больше десяти есть. К сожалению, всех я не могу сохранить, потому что тогда и помещения не хватит. А так... А так есть. Но коллекции я авторский патент получаю, потому что тут-то не спрашивали, а за границей спрашивают авторский должно быть патент. и авторский патент есть у нас. А у вас вы в какой-то международной гильде или там на уровне республики какое-то объединение есть или нет? Вот коллег ваших с тобой вместе где-то представлялись? И даже какие-то общие проблемы поднимали перед государством? У нас промышленная палата хорошо работает, Лехпром, я тоже член Лехпрома, у нас ремесленческий союз, но почему-то меня и приглашают и туда тоже, но как-то я вот с этникой связана я и туда как бы. Ну а так у нас очень активные творческие люди, у нас художники очень сильные, союз дизайнеров очень сильные, у нас очень способные ребята, вот сейчас Арзубек сидел, тоже молодой, недавно только закончил, но очень среди звезд очень популярный, успешный. У них вообще очень много, я в фейсбук смотрю, я вообще проражаюсь, почему у нас столько нет? У них вот столько таланта, изглавили в одном кругу, у вас тоже нет таланта. Конечно, у вас раз в два года выезжаете в Киргизе приезжают делегации, а там в самой крупной в Европе это всего тюркских народов, и как раз вот это показать, ну оно и так-то популярно, я думаю, что уже многие знают технологию вот эту стёганную и ценят её, другое дело, творческая фантазия по дизайну в Индии приглашали, в Индии я делала презентации для головного бюра. А какая-то там трубочка вставляется? А, нет, нет, это узбеков трубочка, да, она, пчёшка, ещё пышнее была, ну а так у нас такой обычный один вариант маленькой шкулё в этом коллекции картрэйс я сделала, потом я покажу, какая работа у нас. ну а так нас многих, мы были и в Японии на показе, мы были в Америке были дважды, в Милане уже каждые, почти, каждые два года один раз ездим, Милану очень люблю, в Берлине на показе были, и ещё на выставке были, тоже как бы ну а так Баку, Турция, ну вот это везде побывали, но самая суть это что, самая суть это пропагандировать вот эту одежду, вот такие этнические одежды, чтобы люди не забывали. Она всё равно, она философская связь-то идёт оттуда, и оттуда, когда зная, ты можешь ещё больше дать людям, когда ты знаешь своих истоков, да, из-за этой вот, вот, меня пригласили просто из-за коронавируса, мы не поехали, там должно было большое презентация, Турция была, там, вот, просто отменили, там, как раз недавно же началось в Турции очень большой, в Байкале были, да? В Байкале были, да. Вот она, как бы, даже внутренность, это можно в протокольную встречу, можно и любое мероприятие, она, вот эта одежда, она нужна и каблучком на официальную встречу, и можно просто так вот-то сама одеть, побежала, и, а потом она не мнётся, если вот так положить, а так сама материал, она мнущий материал, когда после стюшки, она более практичная, внутренняя, давайте, 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 это ткань снаружи, нет, это костюмная обычная ткань, но в составе 60% лобок. и шо? Не, она оверсайз, вам это подходящий, подходящий, такой, просто немножко адаптировали теперешнее время, теперешнему моду, да, скажем, вот так вы можете да, нет, это да, да, рука спущена, чтобы нормально, и вам нормально, она прямушка ещё спустится, и как будет а покажитесь, а это 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 короткий а вы можете чуть-чуть подальше вот так встать, да? шоколер у нас назвалась шоколер для повседневной жизни, вот они были короткие, давайте если прическа не испортим, у меня маленькая глава большая нету, давайте ну ладно, ну вот она, шоколер как бы с чай-чайком немножко моделировали, ну почему бы нет, теперешнее время вот такую да, онлайн можно заказать вот такая работа вы можете на уши потрогать знаете, издевая сильная она и легкая по крайней мере чувствует, что она есть ручная работа, но ручная работа это очень долго у нас тем более стежка, кыргызская стежка очень сложная и она очень прочная но это очень кропотливая долгая работа но мы с этим тоже занимаемся занимаемся потому что чудесно нет, это составит шелк хлопок есть шелк шелк хотелось но декор у нас вот если про декор сказать например когда носили маленькие дети если вы заметите даже афганские кыргызы носят до сих пор украшать себе белыми пуговицами это как оберег раньше деньгами не давали раньше если кто-то родился вы говорите вот у меня сын родилось они бабушки оторвали от своего одежды один пуговицу и дарили вот эта пуговица она как оберег и ребенка еще кто-то дарил и получилось разноцветные пуговицы украшали вот эту тему тоже мы продолжаем у нас студия безотходная мелкие кусочки мы делаем детские одежды маленькие тапочки курачные тушечку ну короче ничего не выбрасывается потому что она а нет нет просто груз 20 килограмм еще мы уменьшили этот так что как бы не смогли а так в следующий раз может быть там у меня горит наверное да нет нет я в мировой тенденции отслеживаю это пожалуйста ради бога потому что вот эта коллаборация она тоже для современного человека она очень удобная актуальна потому что потому что сейчас такое отделение не должно быть это одежда это да какой идет сусосим надо носить я за но однако я как бы уважаю работы дизайнеров вашей страны я не буду ничего отсюда брать себя потому что мне достаточно моей информации дай бог чтобы вот эта информация немножко успели что что нет нет что-то мы успели например вчера показ пал вчерашнем показ я лет на одежде мне очень шапочка понравилась мне очень обрадовало то что вы до сих сохранили головной тематику и вы даже сохранили городскую стилистику без изменений вот это тоже радует это просто как у нас говорится крыльзов когда гостей идешь порог смотри если а потом дальше войдешь первый шаг и такое удивление такой восторг и это радует очень красивый город так что вы такой молодцы берегите каждый каждый даже пусть будет железка оставлен от наших предков даже пусть будет маленькая пуговица пусть будут такие шапочки мы должны очень бережно детям передать даже дети тогда репетицию делали маленькие малышня дети были в шапочках в таком национальном платье это просто даже плакать хочется от драгости увидеть потому что значит эта нить неоторонная она еще дальше у вас классно передается здесь она это очень радует так что я вами горжусь вот я горжусь султаном он он много он он большой молодец вы можете гордости смотреть потому что этот дизайнер почему мы его уважаем потому что везде этнику Татарстан через султан Целиева она весь мир знает нашего султана и мы гордости следим то что это тоже как бы реклама это реклама это богатство этой страны это ваше богатство потому что мы таких молодежь мы должны ценить уважать и с этим она еще имидж этой страны еще дальше дальше идет кто все знающие люди знают лицо Татарстан сзади флаг Татарстана и больше ничего и вот этот радует вот вчера вышел он флажками это у молодежи не просто так я говорю он посоветовалась говорит или можно я флажком я говорю ну это же не спортсмен ну зачем на моде оказывается он немножко ему неудобно было там и как материал коллекции использовал и все мы доставали его ты откуда Узбекстан Узбекстан и потом он себе хотел оправдать душевное состояние перед страной то что да я это я с Кыргызстан и он и он вышел с этим флажком мы должны правильно понять его ход это молодежь они очень правильные даже у меня дочка любит животных она перестала после коронавируса вот это как начало коронавирус она перестала мясо кушать я спрашиваю ну зачем тебе это вот тут коронавирус а у тебя иммун упадет нет если не я кто будет беречь парашек кто будет беречь еще каких-то животных вот она своими акциями они очень искренние мы просто иногда не понимая вот штыки принимаем мы должны любой поступок поддержать ну ладно если хочешь читай правильно я любые его предложения буду поддерживать как старший человек я например буду поддерживать это внутренний я и вот султана тоже внутренний я и очень горжусь что у вас такой ну еще какие вопросы слишком продлило наверное у меня там кипит у меня там отслаживать надо у вас там репетиция да у меня там репетиция и дальше я очень благодарна что вы пришли время уделили спасибо вам спасибо